Изобретателя скороварки и стиральной машины теперь все женщины нашего города могут увидеть в полный рост прямо в центре Иваново. Такой вот необычный памятник Николаю Бенардосу появился прямо напротив здания бывшей куваевской мануфактуры. Почетный инженер-электрик, автор 196 изобретений и проектов, все-таки стал однажды знаменит только благодаря одному. Он первым осуществил сварку металла. И вот теперь самый известный сварщик и одновременно выдающийся художник нашего города Владимир Волков выражает ему свою благодарность. На изготовление памятника Николаю Бенардосу ушло около 15 метров водопроводных труб, листовой металл и металлический уголок. Эта надпись выпиливалась из шпоночного квадрата. Каждая буква состоит из трех-четырех частей. В этом заключалась основная сложность и кропотливость работы. Только ее Владимир осуществлял в течение пяти дней. Всего над скульптурой Владимир работал полгода. Здесь, в мастерской, он проводит большую часть своего времени. Все, что однажды оказалось в этом подвале, обязательно станет частью нового шедевра. Николай Николаевич Бенардос, которого я вот сделал, допустим, да? Вот весь он сделан вот из такой трубы. Идея воздвигнуть памятник человеку, который, как говорит сам Владимир, подарил ему хлеб, появилась давно, еще когда он побывал первый раз в Лухском краеведческом музее на Бенардосовских чтениях. Теперь там выставлены работы Волкова. За ними приезжают регулярно со всей России. Эти часы, например, находятся сейчас в главном музее Киева. Выполнены они по заказу президента Академии наук Украины Бориса Патона и посвящены ученым, осуществившим впервые сварку в космосе. Но большая часть работ Владимира Волкова создается не по заказу, а по собственному желанию. Ну вот обычно труба, вот срез вот у нас, столбы такие стояли, и потом они в негодность пришли. И когда я вот просто расставлял, вот этот у меня вот этот крюк уже тоже давно был. Ну это что-то такое, какой-то типа динозавра какого-то вот, доисторического. А это вот наша русская женщина, которая в горячую езь повойдет. И динозавр остановится. Да, да, на скаку динозавр остановит. Вот, пожалуйста. По словам мастера металла, его работы уже давно приносят удачу. Благодаря этому единорогу, сделанному из обычного газового ключа, одна посетительница выставки получила квартиру, а стоило всего лишь потереть рог. Вообще, любой кусок железа каким-то волшебным образом превращается в руках Владимира в настоящий предмет искусства. Например, этот пес в прошлом был телекинопроектором. И все началось, я говорю, вот с этой части. Вот вся вот эта мордашка сразу проявилась. Вот эта мордашка, вот глазенки, все, все появилось. И почему бы такого веселого кусания сделать? И, кстати, он очень многим нравится. А из этого простого сломанного пылесоса получился гиппопотам. Знакомые предлагают Владимиру поставить его у стоматологии. В городе уже и сейчас можно насчитать большое количество скульптур Волкова. Это и герои советских мультиков, и странные, на первый взгляд, инсталляции. Это появилось совсем недавно и называется «Дерево жизни». Сам мастер признается, что иногда устает от металла. Особенно тяжело пришлось во время последней работы над Бинардосом. Было приятно работать, но энергии очень много, конечно, потерял. Когда уже сделал, все. Вот тогда берешься уже из-за карандаш или за дерево. Главным признаком таланта Волкова является, в первую очередь, то, что красоту он видит во всем. Это и многое объясняет, когда, например, кусок потрескавшейся краски обрамляется в рамку. Или когда целлофановый пакет за счет разного освещения меняет форму. Все свое творчество Владимир Волков связывает с идеей. Если она есть, то и воплотить ее уже не так сложно. Для памятника Бинардосу Владимиру пришлось покупать материал на свои деньги. Получилось затратно. Зато теперь об этом великом изобретателе узнал город. Самое главное – не бояться. Если взялся за что, доводи до конца. Нина Сардейска, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.